Когда речь заходит о ЧВК «Вагнер», всегда немного непонятно, где именно эта группа находится. Вам это известно? Здесь большой знак вопроса. Насколько сильна сегодня группа «Вагнера» и где она находится? Потому что мы получаем различные сведения. Первое — это то, что часть бойцов «Вагнера» перешла в регулярную российскую армию. Некоторые из них уехали в Беларусь. Другие — в отпуске, как рассказал господин Пригожин. А некоторые из них, как мы знаем, задействованы в Африке и других местах. Так что реальные цифры и реальное местоположение сейчас совершенно не ясны. Как не ясна, так же и цель господина Пригожина, что он хочет сделать в ближайшие несколько недель. Беларусь, Россия. Почему это важно? Почему нас должно волновать, где на самом деле находится эта группа наемников? Это очень важно, потому что никто не знает, какой будет следующая цель этой группы и где их задействуют. С самого первого момента в конце июня было ясно, что они не задержатся в Беларуси надолго. То, что это только промежуточный период, было понятно с самого начала, потому что у них нет там реальной задачи. Обучение беларусской армии не является для них настоящей, полноценной, трудоемкой и долговременной задачей. Поэтому было понятно, что это лишь промежуточный шаг в ожидании следующего задания. А что это может быть? Может ли это быть очередная операция в Украине? Может ли это быть более активное вовлечение в Сирии и Африке, в африканских государствах и так далее? Или это может быть расформирование группы? Это не в интересах Пригожина, но, может быть, в интересах Путина? Вы поднимаете много вопросов, и еще больше вопросов вызывает то, что происходит в последнее время. ЧВК Вагнер долгое время была тесно связана с Путиным, помогала проводить его интересы по всему миру. Затем произошло июньское восстание, которое было очень недолгим. Какова, на ваш взгляд, сейчас взаимосвязь между группой и военными интересами России в области безопасности в мире? Есть основания полагать, что связи с российскими регулярными войсками по-прежнему сильны, как со стороны самого Пригожина, так и со стороны его группы. И что существуют тесные связи также с очень важными, я бы сказал, политическими фигурами в России. Каково же качество отношений с Путиным? Для меня не ясно, потому что Пригожин — это большая политическая угроза для Путина. Поэтому предоставление ему важной роли в будущем не может быть в интересах господина Путина. И это один из ключевых моментов, потому что сама по себе группа Вагнера может быть очень полезной для президента Путина и России. Но господин Пригожин по-прежнему представляет угрозу для него и его политической роли. Поэтому я ожидаю, что может произойти разделение между господином Пригожиным как личностью, как лидером и группой Вагнер как инструментом. Спасибо. Спасибо.